Сегодня состоялось заседание второй внеочередной сессии Маслихата области Абай под председательством секретаря областного Маслихата Куаныша Сулейменова. В работе сессии приняли участие первый заместитель Акима области Айден Каримов, руководитель аппарата Жасулан Сарсибаев, депутаты Маслихата, также Акимы городов и районов. На повестке дня были рассмотрены вопросы об утверждении схемы управления области Абай, о согласовании персонального состава Акимата области Абай, об избрании членов избирательной комиссии области Абай. Руководитель аппарата Жасулан Сарсибаев представил присутствующим схему управления области Абай. Предлагаем на рассмотрение следующие схемы управления. Первое, аппарат Акимов области, а также 17 управлений областных, а также аппараты Акимов городов и районов области. Управление финансов, управление экономикой и бюджетного планирования, управление предпринимательством и индустриально-инновационного развития, управление образованием, управление культурой, развития языков и архивного дела, управление физической культуры и спорта, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управление координацией занятости и социальных программ, управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства. В список 17 управлений области также вошли Управление сельского хозяйства и земельных отношений, Управление здравоохранения, Управление общественного развития, Управление строительства, архитектуры и городостроительства, Управление по контролю, Управление природных ресурсов и регулирование природопользования, Управление государственных закупок, Управление ветеринарией. Участники заседания единогласно приняли решение об образовании аппарата Акима области. Как пояснил Жасулан Сарсибаев, состав будет постепенно пополняться. Далее с докладами выступали Акимы городов и районов. Актуальным вопросом в их выступлении стала стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары. Для проведения мониторинга и работы по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Айгудскому району 7 февраля 2022 года распоряжением Акима Айгудского района создано 28 рабочих групп. Из стабилизационного фонда в целом необходимо передать доли населению каждого района. Думаю, что если из того же стабилизационного фонда, например, в Кокпектинский район поставят, к примеру, 20 тонн сахара, муки, то мы сможем стабилизировать цены на те же продукты. Ведь сейчас никто не знает, сколько картофеля, сколько продукции лежит в этом стабилизационном фонде. В рамках заседания также были затронуты актуальные проблемы районов области, в том числе вопрос водоснабжения Бородулихинского и Бескарагайского районов, туристическое развитие Абайского района, развитие сельского хозяйства и растеневодства в Кокпектинском районе. Народные избранники намерены в будущем совместно решать вопросы регионов области по дальнейшему развитию.